Юные актеры, а по совместительству ученики школы номер 81, репетируют спектакль «Можно попросить Нину» по мотивам рассказа Кира Булычева. Сценарий написала мама одной из учениц, поэтому действие происходит не в Ленинграде, а в Куйбышеве. Сюжет рассказа таков. Молодой человек из современной Самары звонит своей подруге и попадает в 41-й год в Куйбышев. И ведет разговор с девочкой, которая сидит дома одна. И они долго не могут понять, что происходит. Не сходится у них реаль окружающей жизни. И в конце концов, молодой человек понимает, что попал в прошлое, и пытается девочке помочь. Никита Авдонин, исполнитель главной роли, признается. Участие в школьном театре так захватило, что теперь хотел бы поступить в театральный институт. Но пока в раздумьях из-за высокой конкуренции. Мне нравится участвовать в спектаклях. Это интересно, можно найти новых знакомых. Это также может развивать речь, память, когда учишь сценарию. Система школьных театров в России развивается по поручению президента Владимира Путина и является важным инструментом воспитания подрастающего поколения. Самарская область стала одним из первых регионов, где в каждой школе создан школьный театр. Только в столице губернии при общеобразовательных учреждениях функционирует 162 театра с охватом более 6000 учащихся. В том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Участие в школьном театре только положительно сказывается на всех аспектах жизни ребенка. Это и развитие языковых навыков, это развитие ораторского искусства, это раскрытие в себе талантов, о которых даже мог не представлять ребенок. Это определенный новый качественный круг общения, новые друзья, знакомства. И мы уверены, что участие ребят в школьном театре останется самым ярким впечатлением в их школьной жизни, на всю жизнь. Для повышения интереса обучающихся к театральному искусству на территории образовательных учреждений проводятся различные городские конкурсы. Участвовать в школьных постановках может любой желающий ученик. Полина Чулякова, Августина Охременко, Григорий Плешаков. События.